Настоящее пятое бессарабское утро в болгарском доме в селе Остривне начинается с глотка Ночь прошла спокойно, тихо, нас никто не беспокоил Спали сладко, трава покрылась из морозью, так как на озере в первую ночь Так что на улице было прохладно, а в Киеве вчера выпал снег, буря была А мы еще жаловались на свою холодную погоду, она же была солнечная, ну ветер дул Ну было не совсем тепло, но зато было солнечно и сухо Мы вчера проехали достаточно километров, чтобы попасть сюда, в село Остривне И все для того, чтобы переночевать в этом прекрасном болгарском доме Завтрак суп гороховый, с овощами и кофеек Ну вот, Степан закрывает уже ворота, мы прощаемся с нашим гостеприимным болгарским домом И продолжаем путь дальше гостеприимной Бессарабией с болгарскими селами Посмотрите, какое решение архитектурное нашли местные умельцы Из бутылок и камней соорудили каскады, раз, два, три И в этих каскадах, как вы видите, растут тюльпаны и растут подснежники Трехэтажная школа построена в 70-х годах Тогда насчитывалось около 500 учащихся Сейчас около 40 Но школа вся должна отапливаться Питания в столовой нет Ученики ходят со своими бутербродами Посмотрите, какая центральная аллея в парке Красивая, современная Летом цветут розы Барышни с кавалерами сидят на лавочках Представляете, как здесь хорошо летом И, наверное, есть название этого парка Мы сейчас его прочтем Называется Серцетонабабата Это на болгарском языке Сейчас мы узнаем, что это обозначает А ну, скажите нам, товарищ экскурсовод Что обозначает Серцетонабаба? Серцет странного Раньше слово называлось Баба Баба это что? Старое название Баба А что обозначает? Это пюрсское слово, да Баба это старый аксакал или... Старый уважаемый человек Да, да, да В селе есть источник Ну, здесь, конечно, написано Чазы Сэмшли из Градена На честь двухсотлетия Может быть, села Вот источник есть Такой надо Нажать кнопочку Нажимается кнопка Человек нажимает кнопку Самотеком с колодца И ее как-то проверяли Она хороша по качеству, да? Да И набираем Родниковой воды Да Спасибо большое Запасаемся родниковой водой Да, осторожно Это остановка, наверное, тоже Ей уже лет-лет Этой остановке Древняя Хотя солнце светит Но воздух морозный Если убрать солнце То вместо дождя пойдет снег Памятник погибшим в Первой мировой войне 1914-1918 год Построен в 1934 Это двусилетное тело войны Да, а поставлен в 1934 году Румыны поставили этот памятник Как вы помните Бессарабия к Советскому Союзу Была добровольно присоединена в 1940 году Так что в 1934 поставили и румыны У нас стоит такой момент, когда Не только обмен энергетикой Но и какими-то материальными ценностями И духовными ценностями И вот Степан Со своей дочерью Златой Дарит нам интересную книгу И не просто интересную Она историческая история Села Островное Которому уже, видите, 200 лет Селу Здесь все данные о жителях села Знаете, какие красивые люди Живут в этом селе-островном 200 коров, телки, овец, свиней И 7 тысяч и так далее Кур, гуси За год до этого, в 1941 году В крупном Аргандеске Было 976 коров Лищуку И Борису Соловьеву И Борису Соловьеву Настает торжественный момент Степан написал Кому дарит эту книгу Видите, 23-24 марта 2021 года И теперь у нас есть подарок Часть истории Села Островного в Киеве Закрючили, рука пожатьте И это идет в архив Островной Развалины Развалины И снова развалины Степан предложил нам поехать В село Задунаевцы Которое как раз по нашему пути Встретится с классным руководителем Его дочери И нам этот классный руководитель Покажет Тоже интересные места В Задунаевцах Степан говорит Через лет 20 И села уже может не быть Потому что умрут Люди старшего поколения А молодежи здесь Оставаться не перспективно И так, к сожалению Не только В этом селе Островное Ну и во многих других селах Украины Народ кучкуется В большие города В районные центры Где можно хотя бы заработать Деньги Раньше люди жили за счет колхоза А теперь колхозы все Отсутствуют И народ как-то по-другому Уже разучился Жить Уже начинается Снег Бьет по лицу По векам Ощущается Так еще Не сильно Но уже Начинает бушевать Вопрос для подписчиков Что это за емкости? Для чего нужны Такие емкости? Сейчас в одной Из таких емкостей Мы войдем Здесь есть проход А вы думайте Думайте И давайте Предположительные ответы Для чего? Что это такое Одна емкость? И вторая емкость? Вот сколько здесь Этих емкостей? Я задал вопрос Предположительно Что это может быть? Пока зрители думают Я готовлю ответ Такой складный Эти емкости Самая большая Как матрешка Поменьше Здесь Как вы видите Есть Выходные отверстия Что-то должно Как-то выходить Ну-ну-ну Какие версии? Какие версии? Что это? Нефть? Зерно? Или что-либо другое? Не буду мучить Дорогие подписчики Здесь был Винзавод Это же Винодельческий край И это были Так называемые Амфоры Которые Заливалось Вино Оно здесь Выстаивалось Выдерживалось Возможно Вот эти развалины Которые были Развалены Еще в конце 12 века И были Частью Винзавода Ну где бы Вы еще Увидели В таких Глухих местах Куда мы С Борисом Добрались Кто бы вам Еще это все Показал бы Как здесь Вино Выстаивалось Да Ну так как Я и предполагал Да Выстаивалось Вино Забор Видите Официальные Ворота Территория Была Охраняемая Злыми Собаками Охранниками Что даже Аисты Улетели С территории Завода И как Сказал Степан Вино Превращалось В товар После того Как его Доставляли На Разливочный Завод На конвейер Ну вот И снежная Лавина Нас накрыла Обычно В это время Намного Теплее Но вот Как-то Нам везет На холод На морозы Меня Называют Человеком Дождя Возможно Скоро Будет Называть Человеком Снега Куда Не поеду Всюду Снег Или Дождь Терри У школы Через Вертушки Удастся Ли Это Сделать Сейчас Мы И посмотрим Так 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 Определенным Образом Оно Есть Прошел Только что Мы с вами Были Возле Дома Где Проживал Болгарский Поэт И Революционер Христо Ботев И вот Сейчас Мы Подъехали На территорию Школы Где Его Памятник Посмотрите Здравствуйте Владимир Сейчас Нам Проведут Очень Интересную Экскурсию Расскажут Обо Все Что Нас Интересует Памятник Погибшим Болгарам В Первой Мировой Войне И Вот Те Кто Знают Болгарский Язык Вы Видите Можно Все Прочитать Признательных Жителей Села Память На Наш Дове Братья И Башки Которые Погибли В Первой Мировой Войне 14 18 И Вот Даты Посмотрите 1800 То есть Они Здесь Захоронены Или это просто памятный знак Это памятный знак В селе Задунаевка Есть интересный памятник Первым Переселенцам От Жителей Села Задунаевка В 16 Году И Вот Фамилии Переселенцев Сами Можете Перечитать С 1822 Года Вот Такие Интересные Болгарские Фамилии Мы сейчас Наконец-то Попали в музей И Будем Знакомиться С культурой Болгарии Этой местности Нашей прекрасной Бессарабии Вот они Вот эти все Экспонаты Которые мы С вами Видим Это все Экспонаты Нашего Родного Крайя Как бы Это наши Люди Которые Сумели Сохранить Предметы Быстрой Культуры Наших Вредков После Крайничной Дениси Интересные Экспонаты Показала Показала Экспонаты Экспонаты Один Два Три Кто угадал Что это Самодельные Коньки Тому Пять Баллов И таким образом Приезжает Наше Село Для нас Это Наш Национальный Герой Его Именем Названо Бывший Колхоз Тоже Именем Пусть Водьева Я вам Сказала Колодец Потом Улица Потом Памятник У нас Книга Почетных Гостей Оставляем Свои Автографы Пожалуйста Борис Борисович Подъехали К церкви И интересное Явление Здесь Светит Солнце И надеюсь Вам видно Летит Снег Вот Выезжаем Уже Из Села Задунаевки Как раз На перекрестке Возле Церкви Находимся Такой Крестообразный Перекресток И думаю Что за Монеты Лежат На перекрестке Посмотрите Разнообразные Достоинства Видите Монеты А оказывается Во время похорон На перекрестке Бросают Монеты И никто Их не должен Поднимать Эти деньги Естественно Вот такая Традиция Болгарского Народа И напоследок Мы попали На Очень старинное Болгарское Кладбище Я даже Честно говоря Никогда В жизни Не видел Таких Кладбищ Именно Болгарских 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 Все А на улице И снег И метель И солнце Мы выезжаем Из-за Дунаевки За Дунаевка До свидания Ты подарила нам Незабываемые Впечатления Правильно я сказал? Да Да Дальше Ореховка Вы не стоите Сегодня До Дунаевки Нет Мы по обстановке Будем смотреть Если Едем Ну что же Если крутится Крутится Если Вот На счет Уже засыпать И нельзя Будет ехать Будем уже думать У нас есть опыт Ночевания В заброшенных Домах Там тоже Будут Будут Я уже понял Что Хватает Да Да Что Какое Давай им Чистый Верно Чистый Да я успею Домой Степан Давай руку Прощаемся Ну короче Да Да Давай Все Рад Прощаемся Борис Спасибо Что встретился С вами Короче Приезжайте Еще раз Если что Подписывайтесь На канал Субтитры Субтитры Продолжение следует...